Вы слышите на съемке хруст, вы думаете, блин, хоть бы не, или как же говорят, хоть бы позвоночник, да, но это, конечно, смешно, лучше так не говорить, но это потому, что лишь бы не камера, да, лишь бы не камера. И я вот тоже свою тяжелую сумку с камерой стала ловить после уже всех наших мастер-классов. Третий мастер-класс в Гамбурге прошел подряд, то есть у нас было два в Хальброне, один в Гамбурге, и я провзяла вот эту сумку свою тяжелую там из машины с техникой, у меня там макбук, фотоаппарат и две линзы, и у меня палец такой, ты дышь в обратную сторону, просто вот выгнулся в обратную сторону, а у меня истерика, знаете, какое-то состояние эффекта, ты не понимаешь, мне абсолютно было не больно, я ржу такая, смотрю на свой палец и ржу, он меня просто вот в эту сторону выгнут. Ну что, повезли меня в клинику, отдали 200 евро, сделали все схемы, говорят, вот вообще все, у вас абсолютно нет никакого перелома, мы сейчас вам шину наложим, и мне наложили шину вот в таком вот виде, вот в таком вот виде, говорят, вот так вот, походите прям 5 дней. И я походила, у меня там даже есть фоточки, знаете, я еще смеялась, говорю, классно, стойка для телефона, у меня здесь фотоаппарат такой, телефон я держала, говорю, вообще прям кайф. Ну, в общем, домой, когда пролетела уже спустя какое-то время, стала массировать его, а он мне, зараза, не выпрямляется, ну, вообще ни в какую, и когда уже пришла в Россию в нашу клинику, так, сейчас я секундочку отключу, вот эти пипирки блестючки черные, пришла в российскую клинику, мне сказали, девушка, у вас же тут перелом, вот, короче, ну, реально перелом, в общем, немецкие врачи перелома не увидели, российские увидели, носила шину. Ну, короче, вот память от Гамбурга, от Германии. Так, Нижний Новгород, жара, так, Линочка, будь добра, у нас уже 200 человек, мы все тебя уже очень ждем, подключайся. Так, отправляй, ага, все есть, посмотрите, она уже отправлена. Здравствуйте, гостя, бурные аплодисменты, ребята. Ребята, я чувствую, что сегодня просто будет пушка, бомба, петарда, сегодня будет очень крутой, полезный эфир, берите блокнотики, присаживайтесь. Линочка, я тебе запрос отправила, мы тебя очень ждем. От вас чувствуется энергетика даже через телефон, очень много полезной информации, спасибо, свободного времени почти нет, но стараюсь найти на время на вашей эфире, огромное спасибо, очень приятно. Какую камеру возьмете вместо потеряшки? Пока, вы знаете, я знаю, что Canon сейчас выходит новая камера, вот я думаю, стоит ли ее ждать, или, наверное, надо посмотреть, когда они анонсируют ее. Ну, наверное, я пятерочку пока возьму, беззеркалку пятерку, вот, но я, конечно, очень хочу Fuji, но поживем, увидим еще. Обожаю Гамбург, не знаю почему, просто хорошо там. Мне Гамбург показался, знаете, каким, то есть группа была обалденная, вот я всегда вот просто обожаю своих ребят, своих студентов, просто с теплом и с любовью это все вспоминаю, но Гамбург мне показался, то есть кто-то мне рассказывал, там же просто было очень много во время войны захороненных этих, и там как будто аура такая вот, она как будто давит, ну, не знаю, как-то я вот так вот почувствовала. Так, Линочка, милая, ну где же ты, дорогая? Еще разочек отправляю приглашение. Почему Fuji не Sony? Не знаю, ребят, Sony вообще не легло никак, вот не легло. У меня очень много девчонок снимают на Sony, и я пробовала не раз на нее. Так, Лина, привет! Так, мы тебя видим. Привет, дорогая. Мы видим в Санкт-Петербург, мы видим в Санкт-Петербург, но мы не видим тебя. Да, ты у нас, а ты в библиотеке что-нибудь в ресторане сидишь? Нет, я в доме Зюнгера. Дом в Санкт-Петербург, ты меня нормально слышишь? Да, да, дом в Санкт-Петербург. Вот, Казанский за мной. Я же там фотосессии люблю проводить, ага. Круто. Сейчас, секунду, я сделаю, чтобы я не была в семье. Да. Вот, отлично, меня слышно видно. Шикарно. Я, к сожалению, извиняюсь за опоздание, потому что сначала пробки, и вот первая, куда смогла сесть. Окей. Вот, ну, собственно, у нас 35, люди купаются в фонтане, и у тебя тоже нормальная погода уже есть. Ну что? Сейчас, подожди, 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 давай, знаешь, что сделаем? Сейчас, одну секундочку, я переключу тоже экранчик. Давай, прямое включение в Санкт-Петербург, Майами. Ура! Ну да, вот. Ура! Санкт-Петербург, на связи. Все супер. Леночка, ну все, давай, мы с тобой, мы с тобой очень готовы слушать пользу, внимать, записывать. И расскажи немножко о себе, чтобы тебя мои подписчики узнали. Да, расскажу о себе. Я являюсь руководителем маркетингового агентства «Шторм Групп». Уже 10 лет занимаюсь маркетингом и продажами, в том числе личным брендом и продюсерами. Собственно, расскажу несколько известных фактов обо мне, не свою биографию, а рабочую на факты. Я жила на трех континентах, Америка, Африка, СНГ и Европа. У меня три высших образования. И, собственно, я кайфую от того, что я делаю. Мне нравится менять мир, потому что маркетинг – это то, что продвигает все. То есть, коротко обо мне. Леночка, я включу комментарии. Давай посмотрим плюсики, все ли видно и все ли слышно. Потому что у меня есть ощущение, что как будто глухо. Как будто глухо. Может быть, это от микрофончика, да? Слушай, сейчас попробую вот так вот. А если вот так, так лучше? Так, девочки, мальчики, да, 246 участников. Поставьте нам хотя бы 50 плюсов, все ли видно, все ли слышно. Все, плюсы пошли. Ура. Все, я тогда… Нормально, то есть картинка есть? Да, спасибо большое. Я тогда на время отключаю комментарии. Ребята, вы потом обязательно вопросы зададите. Все, работаем. Погнали. Ну что, у нас тема сегодняшнего дня – это личный бренд. Я расскажу, как он формируется, на что личный бренд влияет. Расскажу, как работать с соцсетями, какие соцсети стоит вести и как вообще анализировать, что вы пишете. С кем-то из вас я уже заочно знакома, кому-то из вас я отвечала в комментариях про офферы, собственно. И сегодня мы тоже постараемся немножко это зацепить. Начнем с того, что такое личный бренд и почему он нужен. В современных реалиях очень большое количество конкуренции во всех сферах. Голубых океанов практически нет и практически не осталось тех сфер, где люди выстреливают и вылетают прям в космос на свои идеи. Поэтому вы должны отличаться. И первое, что у вас отличается, как раз личный бренд эксперта. Очень много экспертов, которые крутые, специалисты в своей области, они прям шикарны. Но про них никто не знает. У Билла Геймса есть такая фраза, что если бизнеса нет в онлайне, значит бизнеса не существует. И это касается тоже самой экспертов. Вы должны быть представлены онлайн, вы должны быть яркими. Но я всегда противник типажных брендов. Все мы разные, не бывает одинаковых брендов. И вот эта шаблонная история, что вы там должны что-то, чего-то. Ну, во-первых, вы никому ничего не должны. Это должно быть ваше сугубо личное восприятие, что вы хотите. Вы всегда, в первую очередь, сами себя должны распаковывать, как эксперта. То есть в чем вы специалист? Вот если мы берем, что вы потомки. То есть в общем, пропишите себе самому свою концепцию «я». То есть я себе вон в том-то, допустим, свадебные фотографии. Вот буквально приведу живой пример. Шара гуляла на свадьбе своего бизнес-партнера. И был худший свадебный фотограф, который я могла вообще придумать. Ну, то есть это был реально ад. Я не знаю, как он к нам попал. И вот в нем не то, что не было экспертности, он делал все, что не должен делать вообще фотограф на свадьбе. Распишите себе, вот если вы свадебный фотограф, то есть в чем ваши плюсы? Там вы собираете реквизиты, у вас там есть локации, у вас там есть с ЗАГСом договоренность, какие-то классные темы, тем подробности или все распишите по пунктам. Соответственно, исходя из этих пунктов, вы начинаете себя запаковывать. Как формировать личный бренд? Ну, на самом деле, это работа не одного дня. Я буду, в принципе, поглядывать, если ты тоже делаешь поргалки всегда на компьютере. Лина, а может, я на секундочку еще тебя остановлю? Ребят, вот очень многие спрашивают, кто такой продюсер, стоит ли работать с продюсером. Вот я очень хочу вас представить, Лину, не просто как специалиста. Кстати, ты продюсируешь МГУ, правильно? Да, мы работали с МГУ, мы создавали курс для МГУ, для продвижения русского языка среди иностранцев на зарубежный рынок. Курс составлял в том, что мы привлекали иностранцев, которые хотят уже русский язык. Да, ребят, вот просто когда вы сейчас те люди, кто смотрят эфир, вот многие не понимают, кто такой продюсер, вообще на каких условиях он работает, нафига он нужен, что он говорит. Ребята, посмотрите, вот это продюсер, настоящий мега-крутой продюсер, живой перед вами. Так что давайте слушать, понимать, а потом мы еще завалим Линочку вопросами. Спасибо. Как струмируется личный бренд? Вы расписали свой концепт, в чем вы хороши, да? После этого мы берем ваших конкурентов и прям расписываем, в чем вы хуже, вот реально честно себе признаемся, в чем мы хуже, в чем мы лучше, да? То есть там, допустим, техника уступает, не умеете коммуницировать с клиентами, не понимаете, как их искать. Далее, например, у вас там есть там то-то, то-то, прям вот те, берете Excel-таблицу и потом там себя распаковываете, вообще максимальную распаковку себя как эксперта. Там вообще независимость от вашей сферы, фотограф, психолог, учитель, руководитель отдела продаж, без разницы. Это то, чем вы будете отличаться от других. Соответственно, как его формировать? В 2015 году, когда люди заходили в Инстаграм, в ВКонтакте, на Ютуб, они становились моментально обладателями большой аудитории, потому что не было конкуренции, не было того, кто мог заявить, что я эксперт. Сейчас каждый второй есть в Инстаграме, есть в других соцсетях, и как бы он является экспертом. Соответственно, вы должны очень четко, как вы разобрали себя, вы должны понять, кто ваша целевая аудитория, кто она прям подробно, детально распишите, то есть с кем вы хотите работать. Понятно, что всегда будет неадекват, который будет писать какой-то там хейт или какие-то негативные комментарии. Вот буквально у Ирины была там комментаторша, которая писала, что мы все роботы Америки, опять же, с Америки во всем виновата. Но такие люди, к сожалению, есть, и как бы от них никуда не деться. Соответственно, вы расписываете свою целевую аудиторию прям подробно. То есть я хочу работать с мамами. Эта мама должна быть, там, не знаю, там 18-25, у нее должны быть какие-то интересы. То есть ваша аудитория, которую вы будете привлекать к себе в дом, она должна быть релевантна тому, что вы делаете. То есть она должна приносить вам пользу. Я всегда против того, чтобы личные страницы и экспертные страницы раскачивали при помощи giveaway. Это диво, это когда вы собираете людей за подарки. Это халявщики. Халявщики, которые подписывают подарки, больше им ничего не интересно. Они не монетизируются. Они не монетизируются ни в комментариях, ни в лайках. Потому что когда люди вам дают любую корзину реакции, они оставили комментарий, они поставили лайк, они сохранили, они поделились. Это тоже монетизация вашего блога. Это увеличение ваших хватов. Это увеличение вашей популярности. Соответственно, постарайтесь, когда вы будете проработать с любой аудиторией, до того, как вы будете пускать в продвижение, подробно понять, на кого вы хотите работать, то есть кто ваша аудитория. Следующий пункт. Очень часто считаю, что личные бренды, когда 100, 200, миллион подписчиков, нет. У вас может быть 500, 100 подписчиков. И вы для них будете лидером мнения. Они будут вас слушать, они будут к вам прислушиваться, и для вас будет ценно то, что вы говорите. Вот простой пример. У меня сейчас в аккаунте, у меня ввели один аккаунт, который был большой, а сейчас у меня 700 подписчиков. Но они у меня монетизируются, причем монетизируются в день. И меня не напрягает, как руководителя маркетингового агентства, что у меня там нет миллиардных подписчиков. У меня немножечко другая стратегия своего продвижения. Так, давайте включим на секунду комментарии, все ли понятно, что говорю, потому что говорю много. Поставьте плюсики, какую-нибудь реакцию, понятна, непонятна, и я продолжу дальше. Да, сейчас хорошо, кстати, я хочу сказать, хорошо стало слышно. Это как второй микрофончик прошевелило. Прям идеально. А то первый раз был шум, мы слышали пассажиров там рядышком твоих, жующих людей. А сейчас идеально. С двумя наушниками было круто. Сейчас, секунду, Ир, секунду. Понятно, пишем, Лина, понятно. Идем дальше. Хотим вкусного. Сейчас идем дальше. Как раз-таки у меня включились наушники. Ир, слышно меня сейчас? Да, слышно. Супер, у меня сегодня техника от жары лагает, поэтому прошу прощения. Опять стало страшно всех людей вокруг. Ну ладно, не беда, мы потерпим. Ради хорошей информации мы потерпим. Слушайте, я вот даже не знаю, куда мне зашли, чтобы тут не было слышно, потому что вроде я в наушниках. Они сейчас тоже слышат лекцию по личному бренду все. Я тоже скажу так. Тебя не видно, в тень ушла, Линочка. Показывай себя. Все, вот это я. Собственно, посмотрите, как формировать личный бренд. Лин, плохо стало. Пошевели еще что-то с наушниками, сделай, потому что то идеально. Хочется ловить, а у нас здесь много шума вокруг. Смотри, Ирма, знаешь, как сделать? Я могу выключить наушники, у вас будет слышен шум, но я буду говорить значительно громче тогда. Могу сделать так. Давай попробуем. У вас будет фон. Давай попробуем. Раз, два, три. Ну что, так лучше? Так лучше, но тебя не видно. Не, я-то я себя сделаю, видно, но у вас будет минимальная музыка, я извиняюсь. Слышно хорошо, очень классно слышно. Все, тогда продолжим дальше. Собственно. Ты себя включи только. Линочка, включи себя, пожалуйста, видео не видно. А я тут. Что ж у тебя такое? Да. Да-да-да. Ну вот как всегда, закон подлости, видите, а? Попробуй фото-видео пошевелить, ты у меня вообще куда-то пропала. Лин, давай выходи и снова зайдешь, хорошо? Ребята, приносим. Да. А, видно? Ничего себе. Так, слышно, видно? Идеально. Короче, прошу прощения, у меня кажется, все же рад, как бы, повлияло на технику. Не знаю, что такое, поэтому прошу прощения. Давайте пойдем туда, где искать сообщество для того, чтобы сформировать личный бренд и что вообще надо, чтобы люди вас узнали. Чем сильнее вы будете вкладываться в развитие самого себя, это соцсети, это комьюнити, которая профильная, это комментарии у других экспертов. Вы можете заходить на страницу других экспертов и оставлять профильные, прям, хорошие комментарии, потому что люди реагируют на это. Я всегда рекомендую, рекомендую вступать в профильные сообщества, участвовать в профильных форумах, выставках. То есть даже сейчас, во время пандемии, когда нет возможности, по сути, нормально путешествовать, есть форумы, которые проходят офлайн, там есть нетворкинг, есть офлайн форумы. Тоже не бойтесь принимать в них участие, причем не только в, прям, совсем профильных, но и в те, которые смежные к вам, к вашей сфере, потому что, например, очень много форумов по бизнесу проходит. И это, в принципе, вся калентура фотографов, то есть там и свадьбы, и рабочие, и там стилистические съемки. Вот такие истории, они важны. Научитесь себя презентовывать. Это первое правило личного бренда – уметь себя презентовать. Обычно есть 30 секунд на то, чтобы рассказать про себя как-то вкусно и ярко, прям, чтобы было, ну, то есть, как бы, чтобы человек захотел запомнить вас. И это тоже надо прорабатывать, писать себе шпаргалки, учиться разговаривать с зеркалом, презентовать самому себе, то есть коту, маме, собаке, там, мужу, чтобы вы не боялись подойти к другому человеку и сказать «Привет, а давай дружить, вот я такой-то, я вот в этом крутой». Как бы ни был век цифры, я до сих пор всем рекомендую печатать визитки. Визитки, причем тактильные, красивые, то есть, которые смогут отобразить вашу экспертность, чтобы вы могли обменяться контактами сразу. Так, Ир, скажи, пожалуйста, нормально слышно, видно? Да, идеально. Мы слушаем, да, слушаем дальше. Ага. Личный бренд, в принципе, невозможно без контента. Как бы люди не хотели не вести соцсети, то есть, одними фотографиями сыт не будешь. Сейчас очень много, секунду, сейчас очень много информационного шума из-за ковида, да, то есть, очень много всего, что отвлекает внимание, а внимание – это самая главная валюта современности. За нее борются все корпорации. И вы, когда выходите в соцсети, вы начинаете конкурировать с Netflix, с книгами, со сном, с сексом, простите. То есть, это тоже время, это тоже внимание. И вы должны иметь его удержать. Соответственно, вы должны сделать так, чтобы люди хотели вас смотреть, чтобы они хотели вас читать, чтобы они погружались в вас, как в какой-то сериал. Вы сами создаете реальность, которую видят ваши пользователи. Только от вас зависит, что они будут видеть. Если вы, например, на отдыхе снимаете 150 сториз, такие, все, ух ты, а потом пропадаете на полгода, то ваши подписчики, они не понимают, что это такое было. Ну, то есть, как бы, они должны в вас погружаться каждый день, пускай по чуть-чуть. То есть, пропишите себе, сейчас я дальше скажу такую контент-стратегию, чем отличается контент-клана, но пропишите себе действия, риперные точки, где вы там выходите в эфир. Если боитесь выйти в эфир, то где вы там сториз снимаете, где вы показываете свою жизнь, где вы рассказываете про себя, как про эксперта. Если вы не будете этого делать, люди вас не узнают. То есть, все, что мы видим через линзу соцсетей, это та реальность, которую мы показываем нашим пользователям. Линочка, сразу тебе вопрос. Сто процентно, вот, мои подписчики смотрят сейчас эфир и думают, ну да, классно, но я не хочу показывать свою личную жизнь. Как я сплю, как я ем там, из вообще своего ребенка, мне муж запрещает, да и вообще я боюсь выходить в сториз. Классный вопрос, я сейчас как раз-таки расскажу про антитренды бренда, почему не стоит так делать. Я как раз-таки поясню, почему даже если запрещает муж, и я не хочу показывать свою личную жизнь, значит, надо рассказывать про свою экспертность. Показывать свои кейсы, обязательно. И вот вы показываете, что вот я на этой фотосъемке. Ир, ты меня слышишь, видишь? Да, 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 все в порядке. Да, что-то точно перегрелся, Питер перегрелся. Линочка, ау. Так, ребят, включая комментарии, со мной ли вы приносим извинения. Окей, Линочка, все, ты на месте, давай, слушаем дальше. Так, отлично. Соответственно, всегда показывайте свои кейсы, гордитесь своими кейсами и умейте их запаковывать. Потому что вы можете быть тысячу раз охрененным специалистом, но если вы не можете преподнести, что мы сделали, вот сделали вы потосъемку, расскажите про нее, покажите, что вы сделали. То есть расскажите, какое оборудование было на потосъемке, то есть что было, что вы подготовили, какой реквизит вы сделали. То есть описывайте эти кейсы прямо обязательно. То есть кейс – это прям очень важно. Следующий пункт, вот я когда писала, отвечала по офферам у тебя на странице, это по сути была консультация. Вот не бойтесь консультировать бесплатно, либо как бы точечно, потому что люди так чувствуют вашу экспертность, понимают, что да, вы специалист, что ваш бренд на самом деле как бы интересный. Не бойтесь, давайте, если только не просят совета, если не спрашивают совета, не надо. То есть посещайте очень много мероприятий, это реально формирует личный бренд. И плюс это контент для соцсетей. То есть это то, что если вы не хотите снимать личную жизнь, посещайте мероприятия, посещайте то, что вам даст возможность наполнять контент на своей соцсети. Да. Теперь отвечаю на вопрос анти-трендов. Есть такая история, как зависимый бренд. Это когда люди считают, что... Это когда люди считают, что если у них мало подписчиков, то они никому не нужны. А если у них мало подписчиков, им не надо вести соцсети. Если у них мало подписчиков, то зачем? Ну то есть как бы кто я такая? Вот есть блогер-миллионник, а я тут у меня 100 подписчиков. Вот пойдут к ней покупать. Нет. В последнее время очень сильно изменилась тенденция. И ноунеймы вызывают доверие больше с маленькой аудитории, потому что она теплая. Она верит как бы своему блогеру, эксперту, специалисту. И это неправильно зависит только от количества подписчиков и от количества того, сколько лайков мне поставят. Соцсети работают. Немножечко теперь по-другому. Это тренд на живых людей, на настоящие мысли, на настоящие переживания. Вот тебе сегодня было плохо. Честно, стоял в сторис. Ребята, Бобик сдох сегодня немножко. Ну то есть это отображает тебя настоящую. И ты в это веришь. Ты смотришь и чувствуешь твою энергетику. Это работает с любым блогом. Мне зависит, сколько у него там подписчиков. Один, тысяча или миллион. Поэтому быть зависимым только от охватов – это неверно. Следующий анти-тренд личного бренда – это, собственно, безлики, когда человек ничего не показывает, ничего не транслирует. То есть у него есть просто картинки, картинки, картинки. Нет, нельзя так. Люди покупают у людей, люди заказывают услуги у людей, люди доверяют людям. Вы можете 150 миллионов фотографий красивых опубликовать, но если у вас нигде не будет вас, в вашей жизни, ну, зачем мне этот человек, я могу пойти в гугле картинки посмотреть, да, то есть, как бы, ну, для чего оно мне, то есть, что он мне даст. Поэтому нельзя быть безликим. Это вот на твой вопрос, что там муж запрещает, не хочу. Вы должны в любом случае проносить свою историю. Никто не говорит, что вы должны выворачивать душу наизнанку, да, там показывать там все свои скандалы и все, но вы должны быть живым и вот прям искренним внутри. Леночка, ну, давай скажем, что на самом деле, почему, я не понимаю, я задаю тебе такой вопрос, почему, как мне кажется, чем тупее контент, тем его больше показывает инстаграм и социальные сети. Есть такой момент? Интриги, скандалы, расследования. Почему люди это так любят? Смотри, интриги, скандалы, расследования, грязь, чернь, она всегда будет, потому что она виральна, она становится, ну, то есть, там, не знаю, какой-нибудь крупный скандал, и люди начинают его репостить, да, то есть, типа, а ты видишь. А ты слышал, это, ну, как бы, это логика людей такая, да, то есть, как бы, людям хочется, вот, ну, как бы, когда у людей не хватает яркости в своей жизни, в своих каких-то моментах, им хочется покопаться, да, там, с кем там Бузова, не с кем там Бузова, да, там, вот все вот эти, вот эти. Почему был популярен Дом-2? Потому что всем хочется подглядывать в другую жизнь, да, там, как бы, когда у тебя нет наполненности в своей жизни, ты идешь в другую жизнь. Поэтому эти темы будут популярны всегда. Но Инстаграм, например, сейчас очень жестко банит многие истории, то есть, как бы, там, он пишет в плашке, что это контент, который, ну, там, какой-то, такой-то, да, что он, там, оскорбляющий, там, еще что-то. Инстаграм удаляет очень много фото и видео, которые теперь не попадают под регламент Инстаграм. То есть, как бы, нет, можно, есть такое понятие, как черный пиар, и можно продвигаться грязью, да, то есть, в скандалах, в инфопроводах, там, привет, малахо, пусть говорят и прочее, да, то есть, как бы, но вопрос для чего? Очень мало брендов, которые подходят черный пиар, то есть, прям, как бы, не уверена, что это, как бы, надо для тех, кто хочет сформировать, как бы, интересный, как бы, контент, который, вот, смотри, например, богатые люди, они, ну, не будут они работать, например, с продюсером, который всячески обсирает своих экспертов, да, то есть, говорит, какие они, там, сякие, или рассказывает какие-то, там, моменты. Сейчас, прошу прощения, я очень извиняюсь, что слышно, собственно, вот, смотри, ты говоришь. Так, Линочка опять пропала куда-то, временами, временами куда-то вылетаешь. Так, ребята, ждем, ждем, нормально, все нормально, сейчас отвиснет, такое уже было, техника перегрелась. От информации. Блин, на самом интересном месте, Лина, вот, вот, все такое, так, 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 так. Ребята, снова вылетело. Вот, прям, мне не хочется прекращать этот поток, я знаю, что, вот, это только самое начало, то, что может дать Лина, тут столько всего, и, так, окей, подключаю, угу, все. Ребят, да, застряло, все, не переживайте, мы снова, мы здесь, ага, техника перегрелась. Техника реально перегрелась, у меня, я держу телефон в руках, он просто дико горячий, сейчас 5,35 градусов, поэтому, учитывая, что у нас сейчас полдевятого. Ребят, реально, прошу прощения, что сбои, поэтому, давайте, ставьте лайки, чтобы я не переживала тут, я хоть эксперт, но ладошки тоже потеют. Линочка, не переживай, я тебе хочу сказать, что очень интересно, да, не нервничай, выдыхай, бобер, давай. Холодного мохида, выпью со льдом, безалкогольного. Давай, согласна, я в одничке. Ребят, давайте, поднимаем, у кого что там есть, чин-чин. Да, у меня базилик со льдом. Будем работать дальше. Так, на каком моменте в этот раз я зависла? Так, все, я выключаю комментарии, чтобы у тебя комментарии не были на голове. Слушай, пускай они будут, я хотя бы вижу, слышат, видят они меня, мне они не мешают, поэтому пускай будут. Окей, хорошо, окей. Смотри, на каком моменте я зависла, на чем продолжить? Так, мы говорили про черный пиар, про то, что компании не будут доверять какому-то фотографу, который там балаболит все подряд и, да. Смотрите, у тебя на эфире, ты говорила, что очень важно спрашивать у клиентов про конфиденциальность данных. И вот черный пиар и конфиденциальность данных, это, ну, там, не равно, поэтому я никому не рекомендую продвигаться через черный пиар, через там какие-то интриги, сплетни. Ну, то есть это как минимум показывает вас как специалиста. Вот я как бы, я не пойду к человеку, который, я знаю, что он будет потом обсуждать все и вся везде, то есть как бы смысл. Поэтому, даже если вы там не раскручены, у вас там будет ноунейм, да, условно, для мира интернета, но вы можете вызывать доверие просто благодаря своим кейсам, благодаря вашей экспертности, хотя бы просто по вашему этикету, как вы себя ведете, как вы относитесь к людям. Вот, Лидочка, сейчас, кстати, такой вопрос по поводу этикета. Стоит ли кого-то пародировать, допустим, кто-то, то есть, допустим, я не знаю, как себя позиционировать и вести там в прямых эфирах, а кто-то матерится, либо в сторис, да, и он такой классный, открытый, настоящий, ему все верят, говорят, вау, ты чувак крутой, потому что ты матюкаешься, да. А кто-то, вот, как выбрать свою стратегию, быть как есть? Быть настоящим, понимаешь, как бы, ты не сможешь все время пародировать кого-то, да, то есть, да, есть те, кто классный, там, матерится на эфирах, тот же Минаев, вот, когда он ведет свои прямые эфиры, как бы, на ютубе, да, то есть, Минаев, твой лайф, он с матом-перематом, но он делает это вкусно, он делает это гармонично, он делает литературным матом, да, то есть, как бы. Да, да, у меня строго есть такая, да, тоже. Как бы, но это не всем дано, и ты не можешь быть все время ширмой, ты должна быть настоящей, то есть, как бы, вот, чувствуешь, что ты хочешь, там, с матом, с вином, там, еще, в общем-то, да, окей, потому что ты будешь, ты будешь честна, и это будет чувствоваться, ну, как бы, глянец давно перестал продавать, это, кстати, вот, третий, как бы, антитренд, ну, то есть, люди не верят глянцу, они не верят вот этому лакшери, что очень многие блогеры страдают такой историей, они снимают дорогие машины, виллы, там, берут одежду в аренду, делают фотосъемку, потом сдают, а у них и в реальности, там, долги, и, как бы, этого нету, и супер глянется. Я даже, кстати, недавно, две секундочки, я только скажу, я была шокирована, я подписана, не буду оглашать список, да, но подписана была на человека, и просто потом поняла, что, оказывается, едет в Москва-Сити, снимает квартиру, говорит о том, что она ее, а это просто съем, показывает просто, как можно так врать, я просто не понимаю, люди же все равно, они же не идиоты, они же увидят, как можно так делать, а люди делают на этом огромные деньги. Они делают на этом деньги, но это, скажем так, это, далеко не у всех это получается, то есть, как бы, те, кто давно занимается личным брендом, да, сейчас, то есть, нет, понятно, что, как бы, не стоит, знаешь, там, все время быть в трениках, там, с грязной головой, не знаю, с ужасным внешним видом, но, ну, не продает, вот, реально не продает история. Успешный успех, красивая красивость, да. Мира, смотри, вот ты тоже пример, по сути, успешного успеха, да, по сути, да, если брать это классическую, потому что девочка с Нижнего Новгорода сейчас в Майами, но ты выгрызла этот путь, ты до него дошла сама, это твои знания, твои умения, да, то есть, это твои навыки, и, да, это пример успешного успеха, но это живой пример, то есть, это не, ты не набрала много-много, там, не знаю, вранья кредитов для того, чтобы съездить в Майами и сказать, ребят, я сижу сейчас в Майами, да, то есть, это твоя жизнь, и она настоящая. И, соответственно, это вот, ну, это вот так и работает, то есть, если человек выбился, и он достиг, и он свой путь показывает истинно, да, а если это просто картинка, ну, такое себе. Пойдем дальше. Так, на самом деле, тема маркетинга личного бренда, она очень большая, поэтому все я охватить, к сожалению, не смогу, но постараюсь. То есть, пойдемте теперь к моменту, как вести соцсети, собственно, как вести и какие соцсети вести. У меня есть любимая фраза, что вы должны звучать, как из каждого утюга, как все время звучала Пугачева, да, то есть, как бы, когда не было интернета, был бы интернет, она была бы везде. Она была на радио, на всех телевизионных этих голубых огоньках, везде. То же самое должно быть с вами, если вы хотите себя раскрутить. Но для того, чтобы быть везде, соцсети-то работает, это реально работа, она занимает время, это, ну, то есть, просто момент, сторисы в моменте, они уже не работают. Вы должны их продумывать, вы должны продумывать, что вы выложите сегодня, там, какой-то стурнитеринг про свою жизнь расскажете, да, про свою работу. Оно должно быть связано. Еще раз, вы становитесь сериалом людей, и вы должны продумывать, какой вы сериал, да. Соответственно, прежде чем заходить во все соцсети, продумайте контент, прямо что, с чем вы будете выходить. Потому что как раз-таки подходим к контент-стратегии, что это такое. Это не контент-план. Контент-план – это ваш рубрикатор, да, то есть то, что вы публикуете. А контент-стратегия, вы продумываете, что, например, вы не хотите категорически писать посты, но у вас есть, допустим, эксперт, даже если это, там, допустим, визажист, который офигеть как вкусно пишет, там, про кожу, про мейкап, и этот визажист может стать амбассадором вашего бренда. Вы приглашаете его к себе, он пишет вам пост, вы даете на него все ссылки, вы его указываете, и он становится, по сути, амбассадором вас.